теперь вдруг у вас в розарии завелись трипсы это конечно плохо но с ними тоже можно справиться первый признак подсохшие края лепестков и уродливые цветки у роз конечно трипсы выводятся очень сложно но это при желании тоже можно сделать первое это тщательно и регулярно убирать под кустами листья траву сухие ветки весной и осенью а также срезать розы которые поражены края у них лепестков такие как при жены ли обгоревшие такой на вид цветок кажется нужно их тоже убирать так как трипсы зимуют в листьях и цветках роз их тоже нужно убирать и сжигать или вывозить весной и осенью нужно пролить грунт под розами инсектицидами я проливаю b58 можно базудин или другие химические препараты весной убирают слой мульчи но я осенью перед торфом убрала этот слой а затем пролила b58 побрызгать во время распускания листьев и бутонов у меня для этого три препарата b58 вертимек и энжио это все три препарата которые помогают от трипсов у трипсов есть привыкаемость к одному препарату поэтому препараты нужно менять и чередовать нужно добавлять к ним можно даже добавлять ним шампунь от блох летом нужно брызгать через каждые семь дней так как у них идет интенсивное размножение во время жары осенью когда уже похолодает сентябрь октябрь уже можно делать интервал обработок до 10 дней курс месяц это их период размножения после месяца можно прекратить но все что росло рядом возле роз нужно тоже обрабатывать особенно трипсы любят хризантемы после месячного курса обработок у вас исчезнуть не только трипсы но и для долгоносики и совки и другие вредители